Так, вот. Давайте, поднимаемся с обычных упражнений. Пока фронтально покрутимся, как бы еще раз. Приятно, что смысл какой, что мы подсаживаем. И шея на ног достаточно. Чуть шире, чем плечи. Отсаживаемся. Живот чуть-чуть подобранный. Бородок вниз, но грудной отдел не сутулим. Просто подбираем, как бы поясничный отдел немножко ссутуливаем. Поясничный прогиб подбираем, уменьшаем за счет сжимания мышц живота. Сокращаем расстояние между ребрами и как бы тазом. И вот подбираем чуть-чуть живот, но грудной отдел не сутулим. И в шею просто. Содерживаем брод, получается у нас голова смотрит вперед и с подлога. И получается, что таз у нас под плечами. Назад не уходит, вперед не уходит. И небольшое сгибание у нас вот здесь в тазобедренных суставах происходит. За счет выпрямления одной ноги в колене у нас происходит вращение таза и перенос веса тела с ноги на ногу. Потом другая нога в колене выпрямляется и тоже идет вращение таза и перенос веса тела. Но чтобы здесь вот колено у нас еще не скручивалось, потому что идет немножко нагрузка на колено. Поэтому мы немножко пятку разворачиваем и ставим со ступней. Если пятку не разворачиваем, то колено немножко растягивается. Связываем с большой амплитудой, если скручиваться, там можно колено растянуть. И вот мы, одна нога толкается, разворачивается. И вот эту подушечку слухнем. Вот эту площадку переднюю не отрываем. Вот так на пальцах не поднимаем, но лучше вот эту часть не отрываем. Вот с надененным глаз. Два толщина здесь слева. Правда. Одна нога. И спортура голова все время вперед, с ноги. Оттуда мы оборачиваемся вперед, голова смысл. Ворачиваемся вперед. Голова смысл. Другой ноге разворачивай, старайся за тазом, старайся больше развернуть, подсесть надо, не вставай высоко, оставайся на согнутых ногах, на этой же высоте просто крутись с ноги на ногу. И всё. А я целый не косил. Устойчивости нет, так не покосишь на цыпочках. На полный стопед. Тут все выросли. Теперь давайте повторный момент. Раз. Ударим и вернулись на ногу. Ударим и вернулись на ногу. Ударим и вернулись на ногу. Когда возвращаемся на ногу, тоже вперёд смотрим безподборно. Таз развернут, чуть-чуть подсаживаемся, потом толкаемся на голову, упрямляем, разворачиваем пятку. И таз разворачиваем, перенесим без тела на ногу. Потом с опорной ноги толкаемся, раз, себя обратно возвращаем. Опять продеваем. Чуть-чуть подсаживаемся, слегка привстаем, но не полностью, но совсем не напрямую. Чуть-чуть подсаживаем, а должна оставаться, подсаживаем. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Почему? Потому что вот это вот фронтальное положение это для ближней дистанции. Когда на ближней дистанции нас кто-то толкает. Раз-два-три мы его отходим встречаем. Либо на средней дистанции вот так. Раз-два-три-четыре мы его встречаем и отходим. А для дальней дистанции мы уже стоим боком и тоже такие же шаги. Раз-два-три-четыре. А это уже, пожалуйста, можно посмотреть. Все боксеры, кто накрутирует, они всегда вот шаг назад делают. И сзади ноги подтягивают ногу и на этом ловят удар. А именно не под этот шаг чаще ровняют, а именно под этот шаг чаще ровняют. Под этот шаг иногда тоже получается, но это когда противник сам лезет через все на удар. А вот этот вот удар более мощный. У него действительно масса идет в удар. Минут разворот газа. Можно даже вот ладошки только взять и проверить, который удар мощнее. То ли под шаг правой нога, то ли под подтягивание делает нога. Поэтому вот эти вот шаги мы сейчас отрабатываем сначала фронтально назад. Их надо научиться фронтально, чтобы мы могли с любого положения. Мы можем, захотим, перейдем отсюда, будем встречать. Захотим, сюда, перейдем. Отсюда будем встречать. Отходим, если нам надо будет. Также мы можем сделать уклон, вверх ударить. Уклон сюда сделать, отсюда ударить. Вот этот Рой Джонс, когда руки за спиной держал. Помните, он как нокаутировал вот этот парень 81? Рой Джонс. Вот так вот он руки за спиной сделал. Вот так. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Раз, вот так уклонился. В сторону вот как бы. И отсюда. Раз, как-то всяким прыжком. На скачке вот таком. Уклонился отсюда. Класс-то ему. Сударил там нокаутировать. Ну знаменитый. Вот. Опять же, вот прям. Все вот это. Размет с толчком, ногой. Подворотом даже вот этот скачок. И то Рой Джонс и то сделал. Он с этой ноги назад. Ну, вообще и так, и так надо уметь. Надо и так тоже уметь бить. Но я хочу, чтобы в первую очередь научились именно такими шагами. Потому что такие шаги не сложно научиться. Тоже будем делать. Надо научиться бить в первую очередь. Потому что когда вот такие научишься, сложно приучиваться вот этим шагам учиться. А после этих шагов тогда умеешь. Под эти шаги уже не сложно научиться. Потому что часто многие игры вот на отходе, вместо того, чтобы встречать с толчком правой ногой, они бьют, как привыкнуть бить вот так вот. Вот шаг правый назад. И так и бьют всю жизнь. И потом, когда им говоришь, попробуй вот так вот ударить. Они не могут понять. Потому что уже привыкли. Уже переучить сложно. Они постоянно бьют право только под шаг правой ногой. Не могут даже догадаться, что можно справиться с толчком бить. Поэтому, чтобы у нас такого не было, учимся сразу этим разноименным шагом назад. Давай сначала фронтально походим, потом боком походим назад. Поехали. 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 Сл checked. Поехали. И вот давайте на отходе, с дальней дистанции, только на дальней дистанции. 1 2 3 4 1 2 Вот это можно автоматически оправдывать 1 2 3 4 1 2 5 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Теперь 3 движения. 1 2 1 1 2 1 1 шагом включить центр тяжести снизу. и 2 Здесь подносим. Так же шаг назад. Назад, чуть-чуть подальше, назад отходим, раз, шагом чуть-чуть снизу, там подтягиваем, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, шагом чуть-чуть. Вес сразу не переносим на переднюю ногу. Толчком переносим на переднюю ногу. А на чего сразу переносите? Сразу если не перенесем вес тела, то нам уже толкаться право нечем будет. Мы будем это просто бить вот этим одной рукой, либо просто вот этим небольшим рывком в таз. Раз. И второй рукой уже будем добавлять вот плечевой рукой. А если мы вес не перенесли, то мы будем бить вот этими мышцами удра, ягодицы, ножными мышцами, мышцами. И вся масса будет идти с ударами. Сильно вот эта масса будет вот туда влететь. А так если мы вес перенесли уже с ударом левой, то правый уже перенос, масса тела, посыл масса тела, ударов нет. Вот. Левую вытянешь, левую вытянешь. Вот и чуть-чуть подсядь вниз в центр тяжести. Еще, 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 еще. И теперь переносим вес тела на переднюю. Вот. Опять подсядь на заднюю. Вот. Чуть побольше подсядь перед ударом. Еще, 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 еще. Только вот зачем ты когда шагаешь, вот так зачем-то на носке держишь? Зачем мне лишнее напряжение? Вот я даже так держу, у меня даже стопу сводят мышцы. Зачем мне лишние мышцы напрягать? Просто шагаешь, вот ее поставил, расслабленную ногу, и все. Зачем вот так икруно перенапрягать мышцы стопы, чтобы пятку вверху держать? Просто шагаешь, расслабленную. Даже можно на пятку сперва чуть-чуть наступить, а потом стопы на всю стопу. И спокойно. Вот он делает шаг, смотрел. Раз, шагом немножко центр тяжести снижаем, но вес оставляем на задней ноге. И у нас как бы вот этот удар левый, он заряд дает для удара правый. Одновременно с ударом левый мы немножко чуть-чуть... Ну это даже как бы не удар, а шаг, чтобы... Это ложный удар, вот этот удар левый-правый, двойку, когда бьем первый удар, он ложный. Он просто отвлекающий внимание. Чтобы зарядить таз. Вот, мы как бы шагаем, чуть-чуть разворачиваем таз, потом пробиваем справу. Вот, и тогда уже можно подтянуть ногу, можно не подтягивать ногу на месте, все ряды противных. Настолько, насколько нужно подтянуть, не обязательно близко это подтягивать. Нога не толкается. Ты высоковато стоишь. Вот тут надо вот шерстить. Вот возьми ядро в руку, ядро. Подсядь на ногу, подтягивай. Толкни ядро с ноги. Почувствуй, что ядро вылетает с ноги. Ядро с ноги. Вот возьми копье. Копье, с ноги ударь копье. Возьми вот, смотри. Копье, с ноги его копье пошли в удар. Не просто рукой, а вот нога, чтобы посылал этого удар. Любое, как говорится, оружие, вот оно с ноги посылается. Будь это палка, будь это копье, будь это меч, сабля, приклад. Все с ноги должно идти. И разгоняться с ноги должно. И таз с ноги разгоняется. Вот это выпрямление ноги в колени, оно разгоняет вращение травы. Вот чем я резче выпрямляю в бедре, в коленях за счет напряжения мышц бедра, и за счет разгибания бедра, вот за счет ягодичных мышц. Чем резче я эти мышцы выстреливаю, тем резче вращается таз. Академ-тренер сказал, говорит, как иголкой тебя, если бы ягодицу укололи, ты должен также выстрелить ее за счет ягодицы, как будто ягодкой укололи. Настолько взрывное должно быть движение. И тогда быстро Макс летит в удар, и кулаку остается просто вовремя его выстрелить в кулак. За рукой не нужно бить там, стараться самой рукой. Вот она, рука вылетает отсюда. От ноги от удары. Так, вперед-назад мы пошагаем. Теперь давайте с ударами тоже. Походим немножко. Сюда. Вперед-назад мы пошагаем. Вперед-назад мы пошагаем. Здесь, во-первых, неудобно шагать. Во-вторых, переносы леса тела нет. А тут именно, когда достаточно ширина ног. С ноги на ногу. Сюда лез перенесли. Сюда лез переносим. Сюда перенесим. Сюда переносим. А когда под одноименные ноги уходим по 1, 2, 3, 4, то здесь ноги поуже. Здесь уже по широких ногах не поуходишь. Здесь ноги уже, когда под одноименные ноги, у них более узкое положение. А когда здесь более шире положение ног, и длинных таких шагов делать не нужно, потому что длинный шаг, ну, можно один шаг сделать такой длинный для того, чтобы потом ударить обратно вперед. А если так вот шагами проходить, то короткими шагами отходить. Так-то можно, конечно, раз. Можно длинный шаг такой раз назад, чтобы потом отходить, как горько, если он отходит. А так, если, ну, отходить с обеих рук, то небольшими шагами отходишь и прогонишь. Потому что, когда длинный шаг делаешь, немножко сужаются ноги. Уже ширина меньше становится. И просто такими шагами длина неудобно будет отходить вот так вот. И скорость теряется. Ну, давайте теперь вот, вот этот туда побьем на отходе. Раз, два, раз, два, раз, два. Стойки на дальний дистанции. Раз, два, раз, два, раз, два. Дальняя нога. Работаем, включаем, толчок ногой. Протворите пяшки. И вперед. Раз, два, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Немножко центр тяжести снижаем, когда шаг на ногу сделаем. И под пальцей вне ноги толчок ногой перенес вес от тела на переднюю ногу. Опять шаг назад, вес назад немного перенеси. Толчок ногой и вес на переднюю ногу опять подходит. Раз-два, 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 раз-два. Сейчас, сейчас, не стучим. Смотри, вот назад, когда стойки назад, дистанция отходишь, шаг назад и подтягиваем, чтобы слишком близко вот так вот ноги не ставить, потому что потом неудобно будет шагать назад. На дальней дистанции, когда стоим, здесь должна быть достаточная длина. Если достаточная длина, то мы можем быстро назад шагнуть и быстро можно вперед шагнуть. Быстро можем отойти, быстро можем вперед шагнуть. А когда ноги почти на одной ширине, то здесь мы можем быстро влево идти, быстро вправо идти, когда чуть пошире ноги. Но вперед мы так быстро не шагнем, как вот в этой стороне. Поэтому здесь, когда шаг назад, если сразу вот сюда протянул, во фронтальную сторону, то потом не совсем удобное положение нам уже оказывается. Надо быстро вперед пойти, скорости не хватит, быстро назад тоже. Поэтому насколько шагнули, настолько подшагнули. Чтобы всегда сохранялась разница. Да, чтобы стойка на дальней дистанции сохранялась. Вот мы встали на дальней дистанции в стойке, шагнули назад и подтянули ногу. Чтобы оставалась одна нога впереди, другая сзади. Теперь давайте уклоны поделаем тоже. Уклон влево, уклон вправо, уклон влево, уклон вправо. Ноги пошире ставим. И за счет широкого положения ног у нас уклоны будут более устойчивые уклоны. После такого уклона мы можем мощный вид с ноги, потому что у нас ширина между ногами большая. Мы можем спокойно с ноги на ногу переносить вес тела и мощные удары после такого уклона получаются. Плюс сниженный центр тяжести. Нам легко таз разворачивать. Амплитуда большая за счет переноса веса тела. Амплитуда движения головы большая. А если у нас ноги будут узко, то нам придется за счет поясницы делать уклоны. Мы оказываемся в таком не очень устойчивом положении. Удар приходится вот так. И удар не такой мощный после уклона с более устой стойки. Можно, конечно, и в такой стойке тоже делать уклоны. Но мощь удара у них меньше ответный удар после уклона. А здесь вот мы заряжены на такой удар. Мы уклонились и можем хорошенько собранить уклоны. И вот на отходе уклона тоже. Подразмененные ноги уклоны. Раз, два. Почему подразмененные ноги? Потому что после уклона подразмененные ноги мы можем в ответ удариться. Вот мы уклонились, и нога заряжена. И тут же идем. Приклон, вверх Приклон, вверх Риклон, расход Ответ Доклон, ответ Клон, удар Кудар И опять же вот при таком уклонах ширина между ногами должна быть. Здесь такое более фронтальное положение тела и корпус фронтальных противников смотрит. Вот здесь на динамику мы расширяем этого уклона. Если положение ног недостаточно широкое, то можем одновременно с уклоном небольшой шаг сделать вперед и в сторону. Либо просто в сторону, либо вперед в сторону. Раз, с уклоном небольшой шаг, увеличиваю ширину ног и от силы уже можем устойчиво. Начинать так же в эту сторону, как в левом шаг и в эту сторону. Тоже увеличиваем ширину между ногами и так же можем с переносом веса тела уже устойчиво. Ширина ног нам позволяет устойчиво быть с переносом веса тела. Вращение стаза. Если же ноги уже, как надо, то есть стойки в такой. Раз, планились, вот отсюда. Не будет такого мощного удара, здесь нету запаса. Раз, вот сюда такой. Здесь вижу, неудобно делать уклон. Я раньше делал уклон вот в этой стойке. Думаю, что такое, почему все время попадают в удар? В этой стойке неудобно в такой узкой стойке уклон влево делать. Лучше, если в этой стойке на дальней дистанции остаешься, лучше уклон влево делать с небольшим шагом. Вот так вот шаг. И вместе с шагом таз выворачиваешь, делаешь уклон. Просто вот одновременно с уклоном подседаешь, центр тяжести снижаешь и вот так вот разворачиваешь. Лев, булк, будешь снять эту? То есть, если шоста вот так вот делает уклон, то устойчивость недостаточная. Да и удар не будет такой сильный, с узкого положения ног отвергнуть. Поэтому лучше раз, сразу раз. Если бы я был небольшой шаг в сторону, то в нее выражаем. И отсюда, чтобы в такой стойке булка оказались. С небольшим шагом раз. И отсюда вообще можем поработать дальше. И так же в узкой стойке, в общем, небольшой шаг вправо. Трой уклон вправо. Трой уклон вправо. Чтобы с ноги удобно было мощь убить. Давайте сейчас походим с ударом. Просто вперед-казад. Так. Снизу, сбоку, гадюжу. Идем то снизу. То сбоку. Сбоку, снизу. Снизу, сбоку. Вбоку, снизу. Назад. Справа на право, справа на лево переносим. Сейчас давайте под одноименные ноги тоже попробуем подвести. Для разнообразия. Вперед под разноименные, назад под одноименные, подвести. Обычно под разноименные ноги лучше прямые удары, чем боковые. Боковые отсюда неудобно бить. Прямые. Раз, раз, раз. Обычно тоже так вот с прямыми ударами. Назад. Вот здесь я. Ну давайте палку положим. Сейчас из палок немножко. Походим тоже сюда. Давайте под разноименные ноги. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Назад. Давайте сначала под одноименные походим. Потом под одноименные. Почувствуем разницу между этими шагами. И потом под . Раз, два, три, четыре . Раз, два, четыре . Назад повторно, был ряд 14 на 2 15 годах. Вот если нам подразумевали, надо быстро отходить, чтобы мы подводим, раз-два, 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 три, четыре, раз-два, три, четыре, тоже можно быстро включать, ну, как бы нужно чуть-чуть одну ногу впереди поставить, другую сзади, если быстро хотим отходить. Спасибо. Можно сочетать объемные, потом переходить под объемные. Приготовим. Раз-два, раз-два тоже, раз-два, раз-два это тоже, раз-два. Стоять четыре. Красота. Можно подразумевать подразумевать. Как раз два и подразнаймённые после боли. Назад тоже. Раздаваем, раздаваем, раздаваем. И в подотреблении можно перейти сочараться. Такие, такие. Тёрные, да. Вдохнём. Давайте ещё нырки тоже походим, чтобы раздаваем немного перед палкой. Потом без палки. Чтобы привыкнуть к шагам нырка. Делаем нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Шагом вес возвращаем на другую ногу. Нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Достаточно ширина между ногами. Нырок. Туда. Шаг. Нырок. Туда. Шаг. Туда, 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 подразумеваем ногу, удар, снова шагаем. Туда, назад, 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 туда, подразумеваем ногу.